привет здравствуйте это утро в большом городе мы рады что начинаете этот день вместе с нами потому что новостей много и хочется именно с вами обсудить то что актуально то что соцсети уже взбудоражила скажу те что меня особисто так взбудоражила я просто в шоссе мороз по шкаре уявить собі в черкасах орудие невідомый снаймер прямо з векна своего будинку в нематично зброю обстрелили проезжаючи машины та перехожих информую ресурс века уже постражав 12-річний хлопчик ему стрелок потрапил ногу на черкасских форумах місцеві мешканцы кажут що нібито стреляют з будинка номер 160 по вулиці чорновола ну а зараз поки що стрелка шукає поліція ну а поки слідство триває поки дійсно и стриваю ці пошуки новостей мама уже порадить якось обходити змінювати свій маршрут але те що це відбувається і що дійсно можу отримати кулю невідомого звідки коли просто проходити біля когось будинку вибачила це просто страшно да слушайте друзі а наш кримінальна перекличка по городам черкаси будьте настороже тепер херсон друзі а жительнице херсона я вообще в шоке как ей это в голову пришло отправляться за решетку на 4 года всего за один звонок просто она позвонила и сообщила что знаете у вас заобінирован центральный автовокзал бомбу не нашли зато нашли саму эту псевдоминершу 21-летняя херсончанка которая уже как-то раз звонила говорила о минировании больнице получила за это условный срок но никакого как бы условного рефлекса из этого не выработавшая поэтому теперь будет сидеть 4 года на пьяненькая любит позвонить рассказать а знаете в основном так бомба сподіваюся и выпивати теж буде менше в мире друзья должен быть баланс не успела украина выиграть евровидне и прославиться как точно же потеряла первую печатную книгу и соответственно тоже прославилась из национальной библиотеки имени вернадского пропала первая украинская печатная книга апостол которая была напечатана еще в 1574 году самим первопечатником иваном федоровым об этом заявил руководитель библиотеки владимир попик но она пропала еще в начале мая во-первых непонятно почему об этом только сейчас стало известно директор библиотеки утверждает что окража должно узнать как можно больше людей чтобы привлечь внимание и спровоцировать более бдительное хранение и более бдительное расследование только мне вот интересно это спровоцировать хочет дайте мне пожалуйста книжку вот да вот эту первопечатника да ивана федорова я думаю в читальне завтра с собой не вы знаете тут точно не число без публичників я думаю ця книжка бы не пропала друзей важливая информация увага нові афери чорні міняли ну те які знаете что меняем что меняем вони не спляті готовы пошить у вас в дурні ну хоть зараз попереджаем вас що в украине активизувалися чорні обмінники як там кидають на гроші і що робити для того щоб цього не сталося саме з вами відповіді дивіться і знатовуйте вже зараз нашого сюжету київ заполонили чорні обмінники міняли дурять українців в країні чорний ринок валюти досяг 50 відсотків заголовки новинних стрічок лякають купуєш чи продаєш дорогоцінні долари євро і трясешся що якщо міняли кинуть зараз вони розмножуються як гриби після дощу через встановленний державою ліміт на валюту більше ніж дозволено в офіційних обмінниках не купиш а у ділків запросто сьогоднішній день дістують адміністративне ограничение которое ограничивает количество валюта которые физические лица могут купить течение одного операційного дня это по сьогоднішній курсу порядка 200 евро де чорні міняли полюють на нас найчастіше ділки працюють у спальних районах великих міст вони орендують маленькі куточки в приміщеннях або ставлять на вулицях киоски а після того як розвели клієнтів на гроші швидко і легко зникають так і лиси аліси та коти базиліо гастролюють з місця на місце у пошуках нових довірливих буратін як кидають на гроші у нелегальних обмінниках перше підсовують фальшиву валюту друге дурять з курсом або просто не дораховують грошей третє якщо ви принесете ділкам велику суму то вони можуть просто втекти з обмінника киоска через задні двері прихопивши з собою куш завтра вони орендують інший киоск в абсолютно іншому місці самый главний риск это то что покупатель или продавец валюты которые пользуються такими пунктами или такими услугами таких посредников он абсолютно ничем не защищен то есть если сделка прошла нормально то в принципе он может как бы не понесет каких-то то есть она не будет иметь какие-то особи последствий но если ему продали фальшивые доллары или посчитали неправильный курс или ошиблись в подсчете то естественно предъявить претензии будет никому як не стати жертвою шахраїв перше меняйте гроші лише у банківських обмінниках там таки менший курс але гарантії безпеки 100% вам точно не підсунуть фальшивку друге вам потрібно поміняти велику суму а у банків ліміт а ви не лінуйтеся і пробіжиться по кількох фін установах третє якщо таки пішли у небанківський обмінник ретельно перевірте їхні документи у чорних менял їх зазвичай нема до сегодняшний момент в украине может легально действовать три вида продавцов валют это банки это компания которые работают по агентским соглашениям с коммерческими банками это финансовые компании которые получили специальную лицензию национального банка четверте обовязково запитайте у касира яку сумму валюты він може вам продати якщо будь-яку ви у чорному обміннику пам'ятайте про ліміт на обмін валюти в Україні п'яте не купуйте валюту у менял з вулиці це незаконно звернувшись до шахрая ви самі стаєте шахраєм і ніяка поліція вам не допоможе если человек на свой страх и риск решает выполнить эту операцию у постороннего лица не имеющего на то соответствующей лицензии он должен понимать что он не может рассчитывать на законную защиту со стороны государства или правовой системы по той причине что он вышел из правого поля в одному разі не користуйтеся послугами чорних обмінників а от порадами наших специалистов так не дайте себе кинути ми точно не дамо отже друзи ще раз тому що це важливо для того чтобы вас не кинули ось таки собі чорні менялки обовязково обмінюйте ваші гроши лише в перевірених місцях це банки та їх відділення не меняйте гроші де вам пропонують ну трошки нібито вищу ставку і ретельно перевіряйте усі документи обмінників скажу вам відверто я особисто попеклася одного разу і з того моменту я тільки в банках і банківських відділеннях обмінюю ту валюту яка іноді в мене може з'являтися 10-ти годам я понял что надо что-то менять і помінял 10 доларів а 10-ти тоже к чорным обмінникам не ходят только к вьетнамцям да ну вот такие вот непалиткоректные шутки на фоне истории про евровидне друзья страсти не утихают на этот раз спор разгорелся вокруг того какому городу собственно суждено принимать евровидне в 2017 году собственно спор продолжается о своем намерении принять конкурс уже заявили киев львов одесса днепропетровск и херсон мэры этих городов сообщили что смогут достойно подготовиться к празднику и принять всех гостей но пользователи соцсетей тем временем утверждают что в следующем году провести евровидне было бы логично в освобожденном украинском крыму это было бы красиво но вот например министр культуры считает что нужно проводить евровидение в киеве потому что только там есть необходимая инфраструктура идеальной площадкой по мнению евгения нещука может стать спорткомплекс олимпийский я напомню в 2005 проводили евровидение в киеве на вкрытом дворце спорта но есть до речи допомогти в проведении евробачения в украине уже готова швеция про это поведомил министр культуры и демократии швеции алес бакунки за ее словами шведы готовы надать нам постельную допомогу например направить до украины своих специалистов по организации с организацией песенного конкурса не учите меня жить лучше помогите материально украине потребуется минимум восемь миллионов евро для того чтобы провести песенный конкурс в следующем году об этом заявила советница министра инфраструктуры я не камерила по ее словам 8 миллионов евро потратила эстония в 2002 году устроив весьма скромное шоу в таллине а вот в дании и в швеции конкурс обошелся в 15 миллионов евро но и шоу у них соответственно были более пафосные при этом я не камерила заявила что прибыль от продаж билетов на евровидении может покрыть примерно 75 процентов всех расходов но сперва чтобы продать что-то ненужное нужно сперва купить что-то ненужное ну потому что я все-таки сподеваюсь и яма надея на то что справимся и все будет классно друзи до інших важливих новин знаете в интернеті з'явилася така цікава информация про те що нібито штаб а то уявить собі заборонив бійцям наступати і відвоювати територію бойовиків про це на своїй сторінці у фейсбук написав андрій римарука він боєц 53 механізованої бригади за його словами на передову нібито прийшла телеграма в якій уявить собі заборонили відкривати вогонь по противнику проводити розвідку просуватися вперед звичайно ми поцікавилися чи правда це і зв'язалися із самим спикером штабу АТО Антоном Муруновичем давайте послухаємо чи дійсно це правда так інформація все-таки не відповідає дійсності цей фейк і на першу чергу він напевно все ж таки спланований і організований ворожою стороною для того щоб черговий раз дискредитувати керівництво збройних сил и керівництво антитерористичної операції ніхто не веде зараз мови ні на різних рівнях про те що ми готові віддати нашу землю і ми зараз все ж таки покладаємо надії на те що не треба буде застосовувати зброю і люди зрозуміють всі які зараз перебувають на окупованих територіях що ми прийшли сюди для того щоб забезпечити лад порядок і безпеку населенню Отже інформація яка так ширилася виявилася фейковою перевіряйте ретельно все що вам трапляється ну а в той самий час є до речі інформація що за даними розвідки бойовики в районі станиці Луганської та щастя готують локальний наступ Друзія жутке видео которое я вам сейчас хочу показати я вот соберитесь ребенок на ходу выпадает із машини я это когда увидел у меня волосы на спині дыбом встали все произошло в Харькове сняла это видеорегистратор проїжджающий мимо машины вот вы видите ребенок реально родители не заблокировали двери не заметили как малыш самостоятельно открыл дверь и выпал благо скорость была небольшая поэтому все обошлось хорошо ребенок жив здоров но черт подери будьте внимательны родители блокируйте двери пристегивайте ребенка мы худо-бедно как-то научились пристегиваться на передних сиденьях пора пришла пора научить себе пристегиваться и на задних друзья но тем не менее вот правила гигиены должны быть не только в быту они должны быть и в том числе в большой политике на прошлой неделе вот парламент таки назначил юрия луценко генпрокурором по сути петр порошенко поставил на кону свою репутацию потому что если третий генпрокурор со времен на майдана ничего не добьется это будет убить уже непосредственно по президентскому рейтингу и вот как раз таки репутационные потери украинского главы государства а также того сможет или не сможет добиться успехов юрия луценко разбирал наш коллега андрей булгаросу авторской рубрики ремарки ну что шановное панство вітаемо с новым генпрокурором як кажуть не київ то палицею запхали луценко у крісла головного наглядача над законом звісно его призначение абсурдно як с точки зору права так и здорового глузду але це цілком логично якщо взяти до уваги революційну доцільність завдання луценко не зробити так аби прокуратура почала працювати як їй належить вона і так працює повністю відповідаючи умовам які існують прокуратура лише наслідок вкрай корумпованої системи тож його завдання повністю зруйнувати органи прокуратури під три чорти це його так би мовити кермічне завдання велика місія і не вважайте що це буде легко прокурорські будуть чинити опір засоби можливості у них є зараз луценко взяв паузу на тиждень щоб війти у курс справ але хочеться нагадати що на чистку авгієвих стайн у нього є максимум три тижні відляк пішов і якщо через три тижні всі ті прокурори залишаться на своїх посадах то треба шукати нового генпрокурора симфайну вараночку ну смотрите если три недели то получается сегодня 17 мая значит 6 июня все время пошло будем ждать результатов посмотрим друзьям но результатов нужно ждать только если люди которые от которых мы ждем результатов получать нормальные зарплаты следователи могут получить прибавку глава национальной полиции хати деканаи захочет повысить следователям ежемесячное жалование в два раза тогда они будут получать по 8 тысяч гривен ну и в дальнейшем деканаи захочет поднять им зарплаты до 10-12 тысяч в месяц и в социальных сетях уже одобрили эту инициативу в комментариях например пишут цитирую даже 10-12 тысяч не зарплаты не только для следователей для любого гражданина который хочет жить достойно но примерно от 8 до 10 тысяч я напомню обещали и патрульным полицейским но в итоге их зарплата вышла в районе пяти шести тысяч гривен хорошая новина и надеюсь не потребна друзей новые шокуючие расследования та сенсации все за программе гражданская оборона девиция еще вівторка и сегодня 20 и 20 ну а зараз еще невеличкий анонс увага на экран смотрите сегодня в гражданской обороне победа беси как в рф и на оккупированных территориях отмечали 9 мая великая распродажа почему россии приходится продавать госкомпании поэтому главная задача путина заключается в том чтобы были сыты и довольны его ближайшие вот эти вот окружения олигархи чиновники силовики новые грани духовных скреп как выглядит развлечение по-русски алкогольный ген присутник дать приблизного двух третин россия не терроризмом единым как кремль и боевики отмывают деньги через лднр но частично за все податки на донбассе платится в виде виткати боевикам террористам и як плата за сбереження життя факты свидетельства доказательства сегодня в 20 20 в гражданской обороне друзья вот такие новости если хотите поделиться с нами своими то смотрите вот мой почтовый ящик на сайте украны от антон точка ранок точка айси тиви совачка укр точка нет поэтому пишите ждем ваших писем будем с удовольствием разбирать то что волнует именно вас но прямо за раз факты по делу повернема стучкайтесь утро это кладезь отличных новостей друзья спасибо нашим коллегам из программы факты у нас есть не кое-какие аргументы которая может быть не влезли в их выпуск в правительстве готовят пенсионную революцию на 2017 год три основных нововведения по данным газеты сегодня нас ждут во первых с июля семнадцатого года для тех кому не исполнилось 35 хотят ввести личные накопительные пенсионные счета ну то есть по большому счету пенсионное обеспечение пенсионное отчисление зарплат будет уходить на персональные счета и каждый сможет накопить прибавку к основной пенсии во вторых расчет выплат сделают одинаковым для всех а сейчас например по 20 суммарно законам рассчитываются пенсии и для того чтобы вот устранить эту большую коррупционную составляющую одинаковое правило один закон для расчета для всех граждан украины ну и в третьих те кто имел специальной пенсии на бабки будут получать дополнительные средства от предпринимателей или государства они из пенсионного фонда как это было раньше но на самом деле вот у нас сегодня очень критическая ситуация с пенсионной реформы и не потому что пенсии маленькой потому что денег даже на эти маленькие пенсии не хватает более того практически один работающий кормит одного пенсионера и при сохранении действующей демографии рано или поздно придет тому что один работающий будет кормить полтора пенсия не ра а это значит в конечном счете что никакого роста пенсии друзья не будет и без радикальной системы пенсионного обеспечения нашему поколению например как мы с антоном придется пенсиях вообще забыть не знают это послухала мне не сдается к стака плановится заплутана вся цель истории с стороны на самом деле согласен с пашкой нужно и понятно но единственное что вот например то что будут отдельные пенсионные счета вот эти накопительные я бы хотел сам выбирать банк возможно не в этой стране потому что далеко не всем банком в этой стране готов доверить деньги я долгосрочную перспективу думаю что вообще по отношению к стране лучше местоимения нашей давайте так давайте еще до выплат друзей нового яка в принципе мне потешила зараз поясню чему 80 тисячам переселенців відновили социальные выплаты все они подтвердили своя проживание на подконтрольной украине территории такая информация уже была опубликована на сайті кабмину с початку року нагадаю що розглядалися майже півмільйона справ відносно яких СБУ поставили под суммой проживания людей на мирных территориях украины а чему я власне потешилася потому что вы напевно памятаете о той пенсийный туризм так коли люди не проживаючи на подконтрольной частини украины все ж таки приезжали забирали там соцвиплаты приезжали назад чи десь там отримали одним словом просто так собі знаете и вашими нашим гуляли катались и собирали гроши тому говорила про те что все потребно переверите якщо дейсно людина проживая на цей территории подконтрольной украины будь ласка соцвиплата твоя ну да друзья помните мы вам рассказывали о том что на пункт пропусков в сумской области пришел россиянин и попросил политического убежища вот вам продолжение этой истории во первых человека зовут александр шелковенков и вот завтра он будет проходить собеседование и уже по результатам этого собеседования и будет и перешел вопрос о предоставлении ему статуса беженца украине с очень сложные запутности а получение статуса беженца кстати миллионы или миллиарды сколько и на что кремль тратит денег в отношении оккупированного украинского донбасса все подробности если наши коллеги проекта гражданская оборона давайте посмотрим российская экономика сегодня уверенно катится в пропасть нефть обновляет многолетние минимумы причем нынешние цены еще не предел говорят эксперты и предсказывают дальнейшее падение до 25 долларов за баррель обычные россияне уже и сами не скрывают что экономические трудности эраф серьезно отразились и на их кошельке зарплаты не повышаются кредиты взяли до кризиса и поэтому конечно сложно не хватает денег на продукты продукты очень дорогие невозможно жить в городе близки правда но при этом большинство людей все равно продолжает верить в мифическую заботу о народе со стороны правительства эраф я доверяю путин он производит впечатление порядочного человека военном пример верю нашим президенту я считаю что у нас достойный президент а по факту жизнь обычных россиян становится только хуже и уже сегодня терпение лопается у многих но несмотря ни на что правительство рф беспрестанно продолжает помогать русским конечно же не в россии колонна с гуманитарной помощью для донбасса час назад стартовала из подмосковья как по расписанию из ежедневно худеющей государственной казны рф отправляются средства на содержание недреспублика л днр саду же сильно надо радянский союз и теж перед своим развалом поча ввести вины и ки взагалей мы были непотребны держава на цель вытрачала шалене гроши потом не маячу змоги просто утриматись а в своих кордонах и цели через севастный был распад главное управление разведки министерства обороны украины сообщила что в начале апреля в мифическую новороссию из бюджета рф было перечислено 800 миллионов рублей эксперты уверяют что реальные суммы гораздо больше сели шена скажем украплина в море у тих финансовой допомоги я кайдена територию цих республик как указать и про финансовую підтримку до згідно оценки специалистов наколевается в размере вид одного до півтора миллиарда долларов на рік на одну республику соответственно на продолжение военной агрессии против украины и содержание двух квази республик кремль тратит по меньшей мере от двух с половиной до трех миллиардов долларов в год в начале апреля целых двадцать пять миллионов рублей россия потратила на доминирование российской пропаганды на оккупированных территориях донбасса большинстве районов города ежедневным обстрелом со стороны национальной гвардии украины подвергаются объекты мирной инфраструктуры частные и многоквартирные дома детские сады и школы речь идет о приобретении телекоммуникационного оборудования для донецкого областного радиотелевизионного передающего центра станции ретрансляторов тореза и горловки а также для запуска проектов якобы цифрового вещания в населенных пунктах стаханов красный луч и чернухина десятки миллионов российских рублей вытрачается на мобильные телестанции на посыливающих сигналов на выезд мобильных съемочных групп для того чтобы корректовать реальную картинку собственно без жесткой российской пропаганды мифическая гражданская война на донбассе закончилась бы не успев начаться каналы створили вину это вина на штыках и телевизионных экранов дивиться программу гражданская оборона сегодня еще вівторка о 20 и 20 но продолжение цього сюжета уже буквально за декілька хвилин друзья в новости курортного сезона россияне больше не стремятся ехать отдыхать в крым об этом пишет издание коммерсант если год назад в это время порядка половины всех бронирований в турфирмах брони в турфирмах они как раз таки касались поездок на территорию украинского полуострова то в этом году турпоток сократился до 25 процентов и точно так же на четверть упала спрос на авиарейсы на территорию украинского полуострова и туроператоры говорят что на самом деле тенденция будет долгосрочной потому что даже запрет на поездки в турцию в египет он не отменил решимости россиян вот как раз таки исключить крым из своих туристических планов но при этом на полуострове оккупационные власти они опровергают данные издания коммерсант говорят да нет вы что россияне к нам собираются ездить у нас растет турпоток примерно 20 процентов всю информацию о снижении спроса среди российских туристов на отдых крыму на полуострове назвали информационным вбросом вы знаете если выбирать кому верить сергею аксенову или издание коммерсант я все-таки поверю издание коммерсант а что это за законно який забороняя крымчанам на пивострове сдавать и житло під хостелы чьи готелли еще не ботовин законопроект принято в першому чита ничего теперь бедный я вам больше хочу сказать на самом деле в россии значительно более жесткая система по вот таким вот мини гостиницам в отличие от украины в украине вообще нередко на это внимание не обращали а кроме того оккупационная власть на полуострове тот же сергей аксенов он объявил что сентября он планирует подогнать бульдозера и все то что строилось в украинское время но не успела легализоваться просто снесут под нож мне интересно мы посмотреть на настроение тех людей которые вот собственно строили 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 а потом остались что с грудой бетонных обломков ладно все обсуждают евровидение до сих пор и мы туда же друзья хохлы победили вот видео с таким названием очень широко разошлось по соцсетям там люди со смехом наблюдали за тем как российский блогер комментирует собственно только что происходило во время конкурса но сами слышите как он это комментирует очень бурно он реагировал на оценки которые выставляли участнику от россии сергею лазареву в то же время его страшно расстроила вообще ситуация когда украина выиграла там вообще только вот этот вот звук и и немного междометий я не знаю вы видели посмотрите это смешно вот хороший пример того как надо надо болеть за своих это пример того как киевлянка болела аж полицию вызвали на полицию вызвали почему соседка услышала ее восторженные крики и решила что девочки плохо и и надо спасать девочки это было хорошо а полиция приехала звонит в дверь и открывает джамала выиграла и тут соседка решила что плохо еще и полиции я вам скажу більше у меня соседи под векнами гуляли напевно всю ночь на тех радостях что джамала перемогла друзей знаете насправді в интернеті досы не вщухают яка соседи розмовый обговорення перемоги джамала на евробачене своєю песню 1944 джамала подкорила публіку и завоевала перше место и право проведения наступного конкурса саме в Украине росіяни як вы знаете они досок хворобливо сприйняли цю звездку и перемогу кримской татарки з Украины багато хто звенуватих конкурс за політизованості там і таки інши держдеп ну памятайте всі ці дорожки але насправді були і слова підтримки абсолютно щиро так ось як відреагувала на перемогу України як відреагували на перемогу України росіяни ми запитали у журналіста телеведучого от тара кушанашвіллі ну цікава у него думка послушайте я не хочу чтобы вы думали будто здесь люди переполнены злостью завистью и выкрикивают какие-то дурацкие слова коли не полон интернет я даже в кафе удостоился какой-то разъярённой критики со стороны не очень образованных и мне показалось плохо пахнущих людей которых я тут же поставил на место джамалу я поздравляю потому что песни для того и нужны чтобы хотя бы на время это исполнение этой песни отрешиться от дерьма под названием политика не знаю чтобы он не говорил всегда главное помнить что это вот та самая хитрая такая шалашовка которая пристроится к любому поезду лишь бы было больше веселых бойцов ну правда данному випадку не знаю но мане потішило те що ну мало ли что плохой человек говорит хорошего совпавшего с нашими мыслями ладно я думка друзья война все спишет вот такой вот формулы пользуются в таких вот якобы образованиях новых республик не признанных на территории донбасса главное это придумать схему как вытянуть побольше денег из кремля как им это удается как они это делают смотрите в расследовании программы гражданская оборона давайте вернемся к российскому финансированию квазиреспублика лднр здесь конечно все не так славно и прозрачно все выделяемые кремлем деньги конечно до пункта назначения практически не доходят все дело в схеме финансовых махинаций которую непосредственно создали так называемые министры финансов лднр структура коррупции там вообще процветает и она превуалирует большая часть этих денег все равно расходится по кормам есть такая поговорка война все спишет вот в данном случае она выполняется на все сто процентов во первых для списания украденных средств правители мифической новороссии активно используют так называемый револьверный принцип в проектах восстановления инфраструктуры населенных пунктов которые вплотную находятся к зоне боевых действий выделяется гроши якс бюджету так ведь повид нас так званых благодейных фондов на видновленные инфраструктуры сруйнованную виной а фактично пидвиновленням а идете про вид моих грошей получая деньги из москвы боевики конечно же не собираются восстанавливать инфраструктурные объекты наоборот многие из них террористы обстреливают специально для того чтобы снова и снова выпрашивать у россии деньги на их восстановление и ремонт как правило рф отправляет деньги в квазиреспублике на якобы восстановление детских садов школ больниц и иногда россия даже решает проконтролировать использование ее бюджетных средств такие моменты в квазиреспубликах быстро находят козлов отпущения вот к примеру так называемый министр строительства лнр алексей русаков вернее его задержание министерство государственной безопасности луганской народной республики осуществила задержание министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства лнр русакова алексея анатольевича русаков естественно был в числе тех кто активно разворовывал подачки рф и когда пришло время и кремль решил якобы официально проверить качество выполненных работ правительство в квазиреспублик было вынуждено пойти на арест медоминистра демо инкриминует до десятка эпизодов чудо розкрадания так званой бюджетной кошки цепто объекты сдавалися фактично на папере ревене якишки робіт які проводилася на тих объектах не відповідали якошки как известно кемль никогда не делает что-то просто так вот и получается что примерно 25 процентов выделенных кремлем средств для донбасса возвращается назад россию виде благодарности и откатов чиновникам которые так сказать поспособствовали уделению и отправки финансов естественно хорошенько наживаться дают и так называемому правительству мифической новороссии только на местах квазе лднр разворовывается от 15 до 20 процентов выделенных россии денег и неудивительно что в лднр хорошо живется только тем кто власти в отличие от многих других мы смогли сделать и показать всему миру что мы свободны обычным жителям достаются крохи и то если достаются и конечно же от 10 до 20 процентов выделенного из москвы отдаются сотрудникам фсб говоря народным языком за так называемое крышевание всего происходящего больше сюжетов проекта гражданская оборона смотрите в 20 20 посреди на телеканале айси тв это правда друзья россияне образились она переводят же мало на евробаченню ну а чого она тут рапса розумеете на своих сторенках у соц мережах в интернете вы не пишут мовляву что в нашей краине не выстачить грошей не выстачить досвиду для того чтобы провести конкурс и больше того уголошую бойкот усім хто так шинакше підтримував жамалу на евробаченні украина ма відмовитися від проведення евробачення на принаймні таку думку в своєму блозі ви сказали російський актор Станіслав садальський за його словами у нашої країни немає для цього грошей саме тому в наступному році краще провести евробачення в австралії користувачи соцмережу у відповідь пишуть мовля знаете що давайте росія просто дай заднюю взагалі не буде в цьому примати ніякої участі тому що ну росія це такий свій прояв маразма параноїй шизофрії та формування культу особистості ну так пишуться з мережа хорошо що к мнению садальського не прислушивається даже садальський друзья россияне объявили бойкот еще и джоанн роулинг автору книг про гарри поттера потому что на своей странице в соцсети она поддержала украину и там проєцкий сразу комментарий ну вот все покупали в россии юанна я книжки а она за хохлов ну как бы все что вам надо знать про течение мысли в российском а вот все задаются вопросом кто приедет от россии на евровиденье нардзе антон герасченко заявила о том что украина не пустит артистов на свою территорию которая находится в черном санкционном списке в ответ на что в кремле заявляют что украина нет выбора и придется соблюдать правила евровиденья и поэтому она не может указывать россии кого посылать а кого не посылать на конкурс я просто напомню что еще в августе 15 украинский минкуль представил черный список артистов которые поддерживали агрессию россии против украины у него шли олег газманов осип хабзона осип пригожин никита михалков и многие другие а прикиньте газманов при этом евровиденье 2017 друзья знаете до речи вот недавно модный музычный критик юрий лаза он взагалі висмеял за критику евробачения его вы смеяли за критику евробачения скандального співака також образила перемога украины он назвал евробачение політичным конкурсом где перемога взагалі не пісня а цитую політична двіжуха він заявив что европа черговый раз залишилася без хита но користувачи социальных мереж там такого ему відповідь написала просто зайдите почитайте человек который за свою жизнь написал одну известную песню он говорит три а это камеры два это камеры я спрацюю его пиар-менеджер людина ни черта не робиться а супер популярно розумієте еще концертным туром друзья со времен ссср есть такое понятие интернациональный долг своей кровью за эту идею советского союза заплатили воины-афганцы можете спросить у них каково это непонятно кому и за что отдавать долги вот сейчас тему интернационального долга снова пытаются поднять в кремле и в том зачем нужна такая новая волна разбирался наш коллега андрей булгаров своей рубрики под сомнением советский союз выполнял интернациональный долг по всему миру теперь его продолжает выполнять россия ее граждане верят в это и ощущают свою особую миссию но позвольте усомниться не окажется ли что интернациональный долг на самом деле величайшее преступление против собственного народа советский интернационализм одна из главных причин того что в донбассе сегодня война ведь именно этой идеологии россия сегодня оправдывает агрессию против украины интернационал был придуман на рубеже 19 20 столетий как идея что все люди братья невзирая на их национальность более того отсутствие национального признака позволяло братом называть кого угодно и в советском союзе замечательно пользовались этой идеей когда хотели оправдать любую из своих войн так в тридцать шестом году братом стал испанец в девятом китаец пятидесятом кореец а в семьдесят девятом вообще афганец что уж говорить о более близких народах их дела автоматически попадали в сферу интересов советской россии конечно вся эта братская любовь никакого отношения к любви не имела значение имели исключительно интересы ссср которые были по всему миру за эти интересы отвечал коминтерн который объединил все коммунистические организации мира под единое руководство и какова же была главная цель коминтерна мировая революция советские вожди были убеждены что коммунизм возможен лишь тогда когда все страны вокруг ссср станут коммунистическими но в европе уже видели последствия коммунистической идеологии и никто добровольно не хотел пускать ее в дом сразу после октябрьской революции известный поэт александр блок своем стихотворении 12 скажет мы на горе всем буржуям мировой пожар раздуем эти слова стали негласным девизом коминтерна на все время его существования и ведь было чем раздувать пожар финансирование терроризма осуществление диверсии организация подрывной деятельности шантаж политиков других государств подкуп и пропаганда вот только краткий набор инструментов коминтерна его люди работали практически в каждой стране европы америки на ближнем востоке и в азии коминтерновцы были во всех европейских и американских спецслужбах и к началу 30-х годов коминтерн стал самой мощной и крупной террористической сетью в истории человечества никакая современная аль-кайда даже в сравнение не идет далее советская власть объявила главным врагом интернационала и рабочего класса национал буржуазию а после устроила борьбу с ней в планетарном масштабе голодомор депортации расстрелы выкашивали собственное зажиточное население и интеллигенцию а теракты и поддержка боевиков в других государствах приближали мировую революцию и все лишь для того чтобы подавить сопротивление в собственной стране и погрузить окружающий мир в хаос и теперь история повторяется сегодня россия считает себя преемником советского союза огромные государственные средства вкладываются в реставрацию советских ценностей и неудивительно что появились аналоги коминтерна например антимайдан практически его точная копия со всеми присущими атрибутами начиная от финансирования боевиков и заканчивая прямой террористической деятельностью да и риторика представители антимайдана ничем не отличается от своего предшественника россию окружает всякий национал буржуазные враги которые захватили братскую украину а теперь спят и видят как бы подорвать устой россии и разрушить ее духовные скрепы а значит российская агрессия в украине не более чем помощь братскому народу вот потому-то оболваненные пропагандой и прельстившись материальными посулами россияне будут ехать в украину выполнять каким кажется интернациональный долг в 2008 году они за этим же ехали в грузию предсказать будущее несложно вокруг россии по-прежнему много стран в которых кремлю не терпится выполнить интернациональный долг ценой жизни собственных граждан ставьте общеизвестные факты под сомнение даже если они кажутся убедительными ведь это ваше право думать ваше право друзья не только думать ваше право читать качественное обзор прессы по версии нашей программы сегодня утром выглядит следующим образом 13 мая издание рбк в россии опубликовала свое последнее крупное журналистское расследование об устречной ферме напротив дворца владимира путина в геленджике и в тот же день по большому счету стало известно о том что все руководство холдинга отправлено в отставку канал телеканал их вообще медиахолдинг рбк был тем который известен самыми крупными расследованиями в отношении российской элиты о судьбе дочери владимира путина мы узнавали из их расследований о панамских офшорах российских магнатов мы узнавали из их расследования одно из крупнейших и доселе более менее независимых сми отныне разгромлено за что сами понимаете за критику власти издание как раз таки ведомости публикуют полный спектр слухов и и инсайдов о том собственно как происходил разгром последнего российского более менее независимого информационного агентства советую почитать друзья я вам хочу другой интересный материал порекомендовать чехия включается в борьбу за украинскую рабочую силу как все будет происходить во львове будет консульство заниматься тем чтобы привлекать к на работу в страну украинцев наибольший запрос на инженеров строители электротехников механиков не хватает работников айти сферы для для того чтобы набирать украинцев даже разработали упрощенную схему трудоустройства специалистов именно из украины поэтому заглядывайте на сайт дочери или там в материале чехия включилась борьбу за украинскую рабочую силу почитайте подробнее моя рекомендация тепер путин отправить лазарева до гулагу знак питання почитайте як європейские змі коментують перемогу джамале чому сан-марина несподівано опинилося серед фанів украины як допомогла украине підтримка французьку телеведучую та інші деталі що допомогли нам перемогти на конкурсці в стокгольмі з'ясовували европейська правда у матеріалі до речі розвінчують російську конспірологічну теорію перемоги української співачки автора британського вадання the times таблоиди цитують найбільш обурливий комендарі російських оглядачів можна я так полотно дочитаю дякую найполітичнішим читачем проблема Криму залишається так само актуально дуже багато цікавих подробностям і деталей щиро вам раджу почитати друзья наша коллега даша селфи настолько великолепна что даже ее фотографии в социальных сетях привлекает столько внимания создает такой скандал вы себе представить не можете смотрите вот в этом платье даша была в Верховной Раде вот покажите на весь экран вот даже видео мы вам покажем и по поводу этого платья прямо разгорелись дебаты журналисты старой закалки требуют чтобы вы что в Верховную Раду только под расходу святое место для каждого украинца люди у кого как бы лучше с чувством юмора и которые понимают зачем и для чего Даша приезжает чтобы спровоцировать депутатов вести себя не так как и не привыкли выйти за рамки их пиджаков ну что ж те аплодируют и радуются мы же наблюдаем и нам смешно друзья тоже смейтесь пусть день будет хороший слушайте вы знаете друзья прямо сейчас факты продолжение нашего эфира после чего мы вернемся дякаем у кати дякаем у всей команде фактов на справде буду на лише цикаго ащей пиздновально актуальна и важлива друзья знаете вот под новость которая меня очень возмутила и хочу с вами поделиться гпу не увидела преступления в похищении ценности из межигорье об этом сообщил народный депутат дмитрий добродомов своем блоге он рассказывает что прокуратура закрыла уголовное дело относительно исчезновения ценностей объясняет это отсутствием состава преступления знаете чем аргументирует потому что говорит потерпевшая сторона не заявила что она потерпевшая то есть пока виктор федорович должен был приехать сказать так подождите золотой батон не пожалуйста верните все своим непосильным трудом нажито друзья газпром будет требовать от украины оплаты поставки газа на оккупированный россии же донбасс вот такой заголовок поверх меня в шок и заставил рассказать вам сегодня с утра эту новость в рамках разбирательства гольском суде газпром хочет включить в общую сумму требований которые он выдвигает украине еще и задолженность за газ который он поступает на оккупированный донбасс в так называемые сепаратистско-террористические республики и как раз таки общая сумма такого газа который был поставлен якобы 30 миллиона 30 миллиардов долларов из них 700 миллионов долларов которые вот насчитаны за как раз таки поставки газа боевикам но окей на самом-то деле украина просто не покупает российский газ поэтому инструментов давления у кремля на киеве не так уж и много седайте я вас раз буду добывать и друзей ростницкая спивачка с украинским кореньем попросилась она евробачния 2017 наталка королёва на своих старинцев инстаграмм заявила выявила божаня представит россии в украине выступит на конкурсе королёва хочет цитую для возрождения тысячелетней дружбы и любви между нашими братскими народами но вот единственное что там и устанавливает но мовляв там все век по моему мне ничего так власне не ну в ценно виние так прикро не здивувало крим словосполучения братскими народами от такой же наталья королёва должен остановить здравый смысл не только возраст друзья шнуров матом прокомментировал идею российского вецпремьера отправить его на евровидение 2017 в киев ранее дмитрий рогозин заявил о том что москву должен представлять никто иной как сергей шнуров ну в прошлом солист скандальной группы ленинград мол победить не победит но кое-куда всех их пошлет написал в твиттер российский вице-премьер ну шнур ответил рогозину что он удивился что и 140 миллионов человек послать куда-то подальше может только он один при этом об этом твиттер пишет сам целый вице-премьер ну в общем конечно интрига сохраняется вообще наблюдая за сетями понимаешь россиян свои проблемы они массово просят правительство не давать украине денег на евровидение ну вот так они видят ситуацию дескать нельзя нельзя россия если ты дашь деньги украине на евровидение я тебе этого не прощу пишет пользователей и слушайте у кого-то в голове царит русский мир а у кого-то судя по всему советский мир потому что джамале таки дали звание народной артистки украины боже такое ощущение что это 88 год какой-то на дворе сперва евгений нещук министр культуры заявил что обязательно дадут народного артистки потом а когда фейсбуке сказали ребят ну что вы возрождаете худшие советские традиции нещук удалил свой пост из фейсбука но позже стало известно что президент государства собственно пётр порошенко вам присвоил джамале такие это звание я заходила на гостеринку проверяла там ец и после нет разумеется то что о чем поет джамала это очень важно это песня 1944 о трагедии депортации о трагедии креного народа крыма крымских татар она чрезвычайно важна все эти посылы важны но ребят сама система этих заслуженных артистов и народных артистов это безумная архаика которая родом откуда ты 61 года но у нас нет проблема не в том что звание дают вы но дают джин и ей проблема в том что до этого звания давали а бы кому очень часто вот эта проблема ладно друзья знаете невероятные расследования для вас постоянно готовят наши коллеги проект гражданская оборона с полный выпуск в 20 20 сегодня вечером а сейчас небольшой анонс смотрите сегодня в гражданской обороне победа бесе как в рф и на оккупированных территориях отмечали 9 мая великая распродажа почему россии приходится продавать госкомпании поэтому главная задача путина заключается в том чтобы были сыты и довольны его ближайшие вот эти вот окружения олигархи чиновники силовики новые грани духовных скреп как выглядит развлечение по русски алкогольный ген присутник дать приблизного двух третин россия не терроризмом едином как кремль и боевики отмывают деньги через лднр ну частейше за все податки на донбассе платятся в виде виткатів бойовикам террористам и как плата за сбереження життя факты свидетельства доказательства сегодня в 20 20 в гражданской обороне слухайте друзей вы бачили ось то відео торнадо під кировоградом який до речи пронесся дуже потужный смерть буквально цими вихідными эпицентр стихий як раз пройшовся на селище новой кировоградской области сам факт стихии подтвердили и в гидрометеоцентре ось насправді цим оторожні кадры фото и відео смерча також с коментарями торнадо як в америце уже набрало величезную кількість перепостів серед користувачів социальных мережно я так скажу ну насправді дивишся я не верюшись насправді може бути десь поряд слушайте вот еще важная новость которая на мой взгляд очень важна для нашей страны потому что мы сейчас во многом копируем польские уроки так вот совет в польши решили что советские памятники вполне себе могут служить такими уроками истории довольно таки наглядными и в этом году поляки планируют создать музей советских памятников сейчас принимается решение где его разместить рассматривают лесной комплекс красный бор на востоке польши откуда когда-то вывозили поляков сибирь или городок борно-сулинова который после второй мировой был закрытым советским военным городком но возможно эта инициатива пригодилась бы и для нашей страны вот условно говоря всех лейных со страны собрать и устроить такой себе памятник тоталитарного музея тоталитарного прошлого или музей советского там соцреализма и так далее до речи хочется еще один урок який дейсно может задобиться багатьом пенсионерка зі славянська відсудила у державы 400 тысяч гривен на ремонт своего будинку жінці вдалося довести що під час бойових дій в будівлю потрапили десятки снарядів тамина она звернулася до правоохоронців як раз цей порадови її зять вони змогли зібрати всі необхідні документы и подали на державу до суду поки що лише один такий задовольный задовольный факт незадовольное решение и подобных подібных до речи позови зараз біля 15 місцевой инстанции верховный суд та европейский суд муси кава подивимся молодець на мой взгляд интересная новость набуза держала чиновника который организовал растрату киотских денег смотрите там что происходило секретарь комитета по госзакупкам госпредприятия украинские экологические инвестиции совместно с группой лиц организовал фиктивные субъекты хозяйственной деятельности потом благодаря его же помощи эти субъекты выигрывали тендеры и получали деньги которые должны были пойти на реконструкцию сети освещения всего там 480 миллионов было где-то задействовано этой денег вот сейчас его взяли и будут разбираться мил человек где денежка а мне такая история поразительная попалась эстонцы эстонцы сохраняют украинское национально-культурное достояние лучше нас самих потому что да в украину вернули средневековый меч викингов который был похищен в нашей стране его собирались переправить в россию но как раз таки через территорию эстонии его переправляли и там эстонские правоохранители его собственно задержали и теперь возвращают обратно в нашу страну а возвращенному мечу около тысячи лет на секундочку за на аукционах за него предлагают как минимум 17 тысяч евро но слава богу культурное достояние с молотка не ушло и вернется в музей друзья классно коты это прошлый век теперь любимцы интернета выдры выдры серьезно они взорвали интернет мимимишностью и вы сейчас присоединитесь к армии их поклонников итак детеныши выдры в студию мы мы мыли ты смотри они мало того что они милости как и не пищат они очаровашки какие-то лететь хотеть выдру в недрах тундры выдры в гетрах артери то ведра я дракенров а откуда это вырвалось из тебя классно эти звуки цеваны да ну смотри ну это же прелесть какая-то я хочу теперь на котика я хочу выдру все пашка свободен друзья папа и дочь покорили интернет исполнив танец под песню джастина тимберлейка которую тот исполнил на евровидении и они сделали это настолько клево что сам певец расшарил их видео у себя на странице поэтому смотрите это нужно видеть уже полтора миллиона просмотров но сухо мало так а серьезно но естественно вот это пример реально очень хорошего отца потому что он не стыдится вместе с дочерью валять дурака ради того чтобы дочка была счастлива это здорово друзья вспоминайте мои слова на скафе классик заряжает энергией самого утра а вот эту энергию пускаете только на самые хорошие идеи у меня есть веселые напарники а у них есть скучный я скучный я человек который проверяет собственно все слухи которые давно ходят к нам из социальных сетей там активно распространяется информация что якобы штаб а то запретил украинским бойцам отвечать на огонь со стороны боевиков об этом частности на своей странице фейсбук написал андрей рымарук боец 53 механизированной бригады и собственно для того чтобы проверить насколько эти данные соответствуют действительности мы связались накануне со спикером штабом а то антоном мироновичем и попросили у него комментарии давайте послушаем это информация не соответствует действительности это фейк и в первую очередь он напевно все же таки спланованный и организованный ворожей стороной для того чтобы в червовый раз дискредитоваться керевництво збройных сил и керевництво антитерористической операции и никто не ведет зараз мови на разных уровнях про те что мы готовы отдать нашу землю и мы зараз все таки покладаем надея на те что не требует застосовывать зброю и люди зрозумеет те кто раз перебувает на оккупованных территориях что мы пришли для того чтобы забезпечить лад порядок и беспеку населенню друзья ну кстати вот по данным разведки между прочим в районе станицы в районе станиц луганская наблюдается скопление техники это может свидетельствовать о том что там локальное может быть наступление со стороны боевиков ну или локальная такая провокация а ось друзей ще одна важливая перевірена информация будьте максимально уважними тому що шахраїна живається на бренді укрпошта як видавляє пресс-служба держпідприємства аферисти уродують в мережі вони представляються співробітниками пошти пропонують різноманітні неіснуючі послуги і вимагають предоплату крім того вони також пропонують своїм жертвам роботу і підробіток нібито для дистанційного працевлаштування вони вимагають також особистої інформації дані по банківським карткам а після того просто вони ну власне знімають всі гроші з ваших рахунків укрпошта просить максимально у всіх українців бути обаченими перевіряти будь-яку інформацію будь ласка памятайте стосовно банківських карток ще раз і ще раз ніколи нікому не розголошуйте дані вашої картки це головний момент новость резонансна новость которая мое внимание привлекла і получила неожиданне развитие убийство адвоката в Одесі це була інсценировка інсценировка которую організували самі правоохранители діло в тому що це було потрібно щоб задержати всіх причастних к підготовці преступления і таки поймали кіллеров з оружіем в руках во время передвиження на транспортному средстві з крымськими номерами також задержан посредник а человек про чу смерть рані сообщалась адвокат александр он защищал интересы эстонського інвестора в курортному поселку Затоке і вот о покушении на нього знали правоохранители ще с марта і в итоге успешно провели операцию що характерно одесських правоохранителей не привлекали к операции тому що є інформація і штамсв'язи друзі що ждет вас зразу після реклама і фактів після переговори в Мінській нічому не приводять чи вони не достигають результата але ми об цьому не знаємо вся піднагодна і о том що на сьому діля відбувається в переговорной групі і є ли у власті реальна стратегія по оккупуваним територіям спросим сьогодні у екс-представітелю України в Мінській групі Романа Безсмертного Ну а прямо зараз буде реклама, потім будуть фактів, потім ми повертаємося дочекайтеся спосім більшого фактів спорту, спосібо більшого Вічеслав Цимбалюк за полезну інформацію А мы вам должны добавить еще одну. Сколько там дней осталось? 24. 24 дня я еще не схудла. Ты не собираешься выходить на боли в рамках самого главного футбольного мероприятия этого года? Ты можешь чего-то не знать. Я к цены собираюсь. Я готовлюсь за 24 дни. Или талисман любых Олимпийских игр. Вот просто. Вот зачем ты ее сейчас Мишкой назвал? Я ее назвал Лисичкой. Это же Мимимишка, разумеешься. Слушайте, друзья, вы знаете, на самом деле утро это история про чехарду. Хорошие новости перемежаются плохими. Кто предупрежден, тот вооружен. Пресс-служба СБУ предупреждают, что российские спецслужбы вербуют украинцев в России. При этом нередко используют методы шантажа и угроз. В частности, в поле зрения российских силовиков попадают украинцы, которые прибывают в Россию для того, чтобы работать на временных работах. В частности, сообщается, что российские спецслужбы пытались склонить к госизмене жителя Тернополя, который уехал в Россию на заработки еще подростком. Мы поставили перед ним ряд задач, в частности, собирать информацию о дислокации центров подготовки украинских добровольческих формирований. Но, кроме того, в его обязанности входил сбор данных командиров, чьи подразделения принимают участие в АТО. Но, по возвращению в Украину, в Украину сразу же парень обратился в службу безопасности нашей страны, после чего, собственно, прислужба СБУ и обнародовала это комьюнити, призванная предупредить каждого. Меня зацікавила информация. Вот, подивите на эту девчину. Это россиянка Леонова. Ее подозрюють подготовкой теракта. Так, вона зараз уже снова на свободе. При этом, поведомил ее адвокат Максим Козу. Анастасия Леонова випустили из СИЗО за решением Шевченківського районного суду міста Киева через безпредставные подозри. А я вам нагадаю, что Анастасию Леонова в Украине звинувачивают в подготовке теракту. Еї затримали на тренувальній базе правого сектору 60 грудня 2015-го року. И там вона, за ее словами, занималась висвитлением их деятельности. Ну, там довольно запутанная, честно говоря, история, в которой до сих пор, в отношении которой звучат самые разные оценки. Кто-то говорит, что обвинение беспочвенное, кто-то и Леонова является патриотом Украины. Кто-то говорит, что на самом деле там есть черти в этом тихому омуте. Ну, так, в общем, вся история закинчится. Она вас зараз тревает, мы знаем следком, а будут новы, мы будем вам рассказывать. Новость, которую без всяких споров считаю отличной, это то, что Нацгвардия получила первую партию БТР с немецкими двигателями. Шесть новых бронетранспортеров передали Нацгвардии из Киевского бронетанкового завода. Ранее вообще машины оснащались российскими двигателями, но, как вы сами понимаете, из-за войны все эти оборонные контракты с Россией были разорваны. И вот нашли выход. Да, на самом-то деле, друзья, хорошая новость. Но, вы знаете, есть новости, которые сводятся к тактике, а есть новости, которые сводятся к стратегии. Шли годы, вот уже больше года исполнилось вторым Минским соглашением, а до сих пор вся страна задается вопросом, работают они, если работают, то в чью пользу есть ли шанс вернуть оккупированные украинские территории на востоке нашей страны, и с кем, собственно, Киев должен садиться за стол переговоров. Вот о всем этом будем говорить сегодня в нашей студии с Романом Бессмертным. До последнего времени он представлял официальный Киев на переговорах, но недавно решил покинуть Киевскую группу. Доброе утро. Пане Романе, дякую, что вы завітали, потому что я вам скажу відверто. Я от не дуже розумію, як, напевно, більша частина наших глядачів, судячи з листів, чим реально займаються сторони переговорів в Минску. Ну, вы же, как никто, знаете. От расскажите нам просто на пальцах, поясните, будь ласка. Иногда, згадайте там, як вы учились в школе, и вы приходите, не подготовились на урок, и вы ведете разговоры с учителем. Оце приблизно так выглядят переговоры, которые ведутся за столом, Минским столом. Кто тут в роли учителя? Иногда в роли учителя выступает ОБС, яка дивится на всех других, и дивится, как можно дойти до того, чтобы на третьем тысячелетии в центре Европы разпалить таке полумя и довести кількість жертв до того числа, про який сегодня все говорят. Иногда в такой роли виступает там Украина, яка говорит зрозумелі прописные речи, що давайте ми будемо робити таким чином, відводити зброю, припиняти цю стрельбу і думати, як облаштувати це. Тому, чому я провів цю паралель, ну, у меня перша освіта учительская. Просто ж хочеться уже табель з оцінками отримати, зрозуміти, як я закінчила цей рік. Цього табеля, я думаю, що в найближчому, таке-таке слово чудове, обозрімому, ласильське, його не буде видно по тій простій причині, що у цьому конфлікті присутня сторона, яка його не для того починала, щоб вона швидко завершувалася. І чому я так кажу? Це все починалося не тільки і не заради того, щоб на кукан посадити Україну. Це інструмент шантажу і України, і Європи, і світу. А багато кажуть, що Москва неслучайно тянет час в рамках цих переговорів, для того, щоб не терять контроль над українським оккупированним Донбасом. На ваш взгляд, в чому заключається стратегія Москви? Давайте подивимося навколо Чорного і Середземного моря. Тобскрізь горить. І в усіх цих конфліктах бере участь Москва. Кремль, точніше. А ще точніше, одна людина. А тепер питання, а яка мета всього цього? От уявіть собі, з 91-го року до трьох років тому назад, світ розвивався за концепцією, яка в свій час була оголошена Клінтоном. Понад держава повинна бути одна. США. Всі інші – це держави, які грають за якимось рівним, однаковим порядком. І я думаю, що по змісту, по духу, Путін вже давним-давно не давала покою слава російських імператорів, радянських імператорів, від Сталіна і до останнього, Горбачова і так далі. І насправді йде геополітичний поєдинок. Це битва за те, хто і як буде впливати на розвитку. А вот інструментально, при помощі Минска, Москва, що пітається? Условно кажучи, були Минські соглашення, ще більше років назад заключені. По ідеї, українська оппозиція дуже проста. Спочатку зверніть контроль над границей, потім буде проводити вибори. У Москви, наоборот, спочатку ви проведете вибори, легітимізуєте бойовиків, потім ми подумаємо, передати ли вам контроль над границей. Але це тупик. На якій чаші висок більше гірік? Тут немає проблеми, тому що на відміну від одної і другої позиції, позиція людини, яка сьогодні з вами, це і одне, і друге разом. І це можна зробити. І на временні вибори і контроль? Так, насправді, коли влаштували цю качалку, безпека чи вибори, чи кордон, вибори, чи кордон, кордон, чи вибори, цю качалку влаштували навмисно, для того, щоб завести в тупик ситуацію. Я коли не одного разу на переговорах показував, що це можна зробити одразу і все, причому це має бути врегулювано одним документом, ну не може такого бути, там прийняли закон по безпеці, потім по виборах, потім по амністії. Ну, ми не навчилися толком їх приймати, не те, що реалізовувати. І я наполягав на тому, щоб це був один документ, і працювало не чотири підгрупи, а одна, яка веде весь комплекс проблем, починаючи від оборонних, закінчуючи питаннями контролю кордону. Тому що, давайте уявимо, ми сьогодні розв'язуємо, пишемо питання забезпечення безпеки до виборів, під час виборів, після виборів, і тут же виписуємо систему взяття під контроль кордону. І в нас, зрозуміло, скажімо, там таймінг і кроки, які є, рухаємося по них. Але абсолютно зрозуміло, що для росіян було вигідно влаштувати декілька оціх качалок. В результаті, нібито з точки зовнішнього погляду, і в одних є резон, і в інших є резон. Тому там слухає Штанмаєра, і голова кругом йде, тому що розумієш, ніби він правий. Але де тут правота? З чого треба виходити? І де помилка насправді? Ми продовжуємо, не дивлячись на те, що в третьому тисячолітті, жити на принципах етатизму. Ми вважаємо кордони, там це головне питання держави і так далі. Що головне в третьому тисячолітті? Це права людини. Давайте оці речі надумані беремо в сторону, а за принцип ключовий визвання права людини, ви побачите, як легко розв'язати ці проблеми. Скажіть, ну ваш підход, наскільки я розумію, предусматриває, що треба знайти компроміс. І треба виписати общий закон, який буде компромісний. Одновременно і границі, одновременно і вибори і так далі. А в рамках того, що ви розповіли, у Москви задача – це затягувати час. Правильно я вас розумію? Справа тут не в компромісі. Справа в тому, що українські інституції, парламент, президент, уряд, вони повинні робити те, що визначено Конституцією і по законодавствам України. І пропонувати це, в тому числі і російській стороні, в тому числі і Європі. А ми крутимося, як собака на цепку навколо цього прикольня. Тепер, наскільки в інтересах Москви затягувати? В інтересах Москви не тільки затягувати, а розпалювати це полум'я. І я давним-давно вже казав, що або відбудеться обговорення і розв'язання ситуацію континентальну, глобальну і регіональну. І ще є третя частина, якщо не забувайте, є внутрішня українська проблематика, яку теж треба вирішувати. І оці чотири майданчики, вони здатні розв'язати цю ситуацію. Мінськ, з моєї позиції, це частина інструменту. Моя позиція полягає в тому, що це те питання, яке вирішується комплексом заходів, де є місце і силі, і розуму, і дипломатії, і політиці, і грошам, і економічному. Ні переговорами немає. Та ні одна проблема у світі ніколи не вирішувалася лише переговорним процесом. А чому ви покинули Мінську групу? Ну, я декілька разів про це говорив. Слава Богу, в кінці кінців, після двох років, в українському уряді з'явилися посадові особи, які мають відповідати за цей процес. І волонтерство в дипломатії – це річ хороша, ну, коли треба, скажімо, там тушити пожежу. І з моєї точки зору настав час, коли відповідальні особи, які обтяжені посадами, мають взяти участь в цьому процесі. Зверніть увагу на різницю в цьому делу. Якщо ви подивитесь на Москву, то це посадові особи. З українського боку це волонтери. Понятно. То есть, по сути, ви сделали шаг в сторони для того, щоб уступити місто тим людям, которым в силу должностних обязанностей нужно этим займатися. Спасибо, що нашли время прийти к нам сьогодні в гості. Роман «Бессмертний» до недавнього времени представлял офіційний Київ на переговорах в Минскі, но вот с недавних пор решил покинуть Минскую групу. Антон, тебе слово. Друзі, наша великолепная Даша Селфи раз за разом узнает правду про сильних или известных. І вот смотрите, наші селебритис, кто-то автослесарь, серьезно, кто-то кондитер, кто-нибудь еще з какой-то полезной професією. Итак, що поможет прокормитися нашим звездам, если судьба сбросить их со сцены? Смотрите Дашу Селфи. Богатые тоже плачут. В стране кризис. Денег не хватает не только учителям и врачам, но даже звездам шоу-бизнеса. І мені вот интересно, якщо завтра наші селебрити потеряють роботу, як вони будуть зарабатувати себе на житті? А прямо сейчас у них я узнаю. Пойдем? Извините, укачивает ваш селфи? Скажи, чем бы ты могла вот сегодня заниматься, кроме вот своей основной деятельности? Предположим, завтра ти теряєш роботу. Даша, не починай. Я не ворона, я не каркуй. У мене диплом, що я мотористка другого розряду. Я б могла профессионально бути директором цирка. Я, в принципі, легко строю. Любі, ваще, обйоми людей, животних. Тігри стояли б і отдавали б мені салют. Ну, кем? 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 Я професійний автотопливомаслозаправщик. Да ладно? Да. А это вы можете на этом работать, на заправчиках? Да. Да? 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 Да. Договоримся. А я маю диплом автослюсаря. Да ладно? Да ладно? Да? Так, третий розряд. У мене очень неплохо получается монтировать. Я этому посвятил практически полтора года обучення. Слушайте, а вы не могли бы мои сюжеты монтировать? Ну, я банкир. Господи. Извините. Я зловую велику рыбу. Я бы что-то с туризмом начала делать или с риэлторством, недвижимость. Я хорошо, как бы, да, очень близко к спорту. То есть я нашел бы... А то что могли бы быть фитнес-тренером? Ну, элементарно. Да, прекрасная перспектива иметь, кучу травм, ничего, собственно, больше. Итак, подытожим. Кем бы могли стать наши селебрити, если останутся без работы? Не карки. Цікаво, как, друзья, у нас попереду еще есть интересные гости, интересные темы. Но прямо сейчас реклама, а потом мы. Дочекайтесь. Друзья, это утро в Большом Городе. И я должен с вами поделиться удивительной новостью. Знаете, что наша Даша Селфи настолько прекрасна, что ей идет даже скандал? Знаете. Итак, фотографии и видео. Даша Селфи в Верховной Раде разделили журналистов на два лагеря. За и против. Часть комментаторов, которые понимают, что Даша туда приезжает для того, чтобы вывести депутатов из равновесия и заставить их быть реальными, живыми, тем все нравится. Те, кто считают, что на самом-то деле здесь место только для парламентской журналистики, очень возмущаются и требуют немедленно ввести дресс-код. Возможно, через расстрелы. Ну, выбирайте сами, что вы считаете, на чьей стороне, мы смеемся и наблюдаем. А я знаете, про что подумала? Знову згадала про Евробачение. Подумала, что, напевно, жутное Евробачение не обходилося без скандалу. Что и чего лишь не делали участники. Насправді и ледь на сцену Голяка не выходили. И песни в одне одного в конкуренции вкрали. И интриги какие-то там политические плели. Одягались, або знаешь что. Но вот кто из игрок, вызывал настоящий шок своими дивовижными нарядами, смотрите уже сейчас. Найскандальніші костюми Евробачения. Глядачі були здивованими, обуреними та навіть шокованими, побачивши таке. Лорді. Мабуть, найбільш суперечливі костюми були у фінської групи Лорді. Образ жахливих монстрів по-справжньому шокував глядачів по всьому світу. Але фіни легко та просто виграли Євробачення 2006 року. Можливо, люди їх просто злякалися? Ані Лорак. Славну звісну сукню Ані Лорак на Євро 2008 року довго обговорювали в пресі. Усі були шоковані ціною цього наряду. Адже шедевр від знаменитого модельєра Роберто Каваллі обійшовся Лорак у 200 тисяч доларів. Оце так витратилось на Євробачення. Алекс Крістенсен і Оскар Лоя. Цей дует з Німеччини навряд чи комусь запам'ятався. Аби не секс-краля Діта Фонті, що виходила до них посеред виступу на Євро 2009 року. Вона була одягнута, скоріше не так, вона була фактично роздягнута. Але, на жаль, скромники-оператори розкішні принади майже не знімали. Соромилися чи що? Ця симпатична білявка зайняла 21-ше місце у 2014 році, що стало найгіршим результатом Італії за весь час участі в Євробаченні. Проте найбільша співачка запам'яталась усім дивним нарядом. А точніше трусиками золотого кольору, які визирали з-під її сукні. Кончі та вурст Попри усю скандальність образу, убрання вурст на конкурсі 2014 року було бездоганним. Більше того, золотисто-білу сукню австрійки назвали вершиною стилю. А от борода такого схвалення, на жаль, не отримала. Вірка Сердючка Зірку має бути видно здалеку, подумала Вірка і одягла на Євробаченні 2007 року, ну, дуже блискуче вбрання. Про фантастичний головний убір ми взагалі мовчимо. До речі, наша колоритна Вірка засвітилася і цього року, адже сама вона оголошувала оцінки від України. Що й казати, смішно було всім, включаючи ведучу. Аби конкурс провели серед тих, хто оголошує бали, Сердючка точно б стала переможницею. Іван Не обійшлося без скандалів і цього року тут постаралася Білорусія. Виступ їхнього музиканта точно запам'ятається усій Європі, адже в його номері були і вовки, і стрільба з лука, і світлове шоу. А на початку виступу хлопець з'явився на сцені фактично голяка, тобто у вигляді власної оголеної 3D-проекції. Але Європа таку відвертість не оцінила, іван не потрапив навіть до фіналу. А от цьогорічний костюм нашої Джамали був стильним, вишуканим та зовсім не скандальним. Ми надзвичайно пишаємося її перемогою та любимо усім серцем. Слідкуйте за нашими сюжетами і далі ми покажемо вам усе. А ще, до речі, знаєте, дуже ефектним якраз був виступ Лілі Ліндфорд з Швеції. У 85-му році. Тоді, коли співачка вийшла на сцену, в неї, з неї спала спідниця. Ну, нібито вона так з неї впала. Звичайно, співачка на початку нібито трошечки розгубилася. Мовляв, я не очікувала її злякалася. Але потім легким таким одним рухом її то перетворився, ось, воно, бачите, в нову надзвичайно красиву сукню. І насправді тоді це було, ну, надзвичайно, справді дивовижно, неймовірно. Ну, такі шо, 85-й рік. Можете собі уявити, бах, і нова сукня. Брюки превращаються в... Ну, круто же. Друзі, знаєте, вот, селебрати з любими путями себе пытаються добыть перше місто, вот, місто на перших полосах газет. Но, не всегда это получается именно так, как они хотели. Вот, бесславные выходки тоже бывают. Смотрите. Зганьбитися прямісенько на сцені перед багатотисячною публікою. Так жахливо осоромитися довелося свого часу багатьом зіркам. Ексклюзивні провали знаменитостей дивіться прямо зараз. Голосу немає? То візьмемо акторською майстерністю. Подумали кралі з гурту «Віагра» і в буквальному сенсі простраждали усю пісню. І якщо дівчата гадають, що ми їх не розкусили – дарма. Вийшло дуже і дуже ганебно. Ну, хоча принадами трошки відволікли від гучного провалу. Побереш зараз, станеш ли моим на цей час? Філіп Педросович ганьбиться на сцені не вперше. Але цей випадок просто на голову не налазить. Співак, як би вам полиснити, вирішив показати свою симпатію до фанатків прямо у глядацькому залі. Але не врахував одне, що вивав короткій сукні та панчохах. Зараз обережно. Адже почувши це сковчання, хочеться заткнути вуха і сховатися. Але, мабуть, Мария Кері забула, що співає наживо, а не під фанер. Живі виступи – не найсильніша сторона красуні Лани Дель Рей, а точніше найслабша. Не вірите? Тоді послухайте. Господи, так же усіх фанатів можна відлякати. А ось виходить на сцену красуня Алекса. І все у ній радує погляд. І гарна сукня, і довгі волосі, і великі очі, і великі губи. Але відкриває рота і хочеться забігти де-інде. Слухайте самі. Ганебний виступ Наталі, де вона ледве потрапляла у ноти, напевно, ви бачили. А от на цьому виступі дівчину підвів вестибулярний апарат. Чи може вона трохи хильнула перед концертом? Як-то кажуть, для сміливості. Любі зірки, будьте більш зібраними на концертах. Щоб нам не було за вас так соромно, як зараз. Така халепа і пры, Кристина, дитрапляється зірками. Ну да, всякое случається. Ладно, продолжаєм такой блиц звездних новостей. Поклонники, знайте, послеродовая депресія не отпускає супругу Владимира Кличко. Да. Хайден Пенетери буде лечиться от послеродовой депресії в американському штаті Юта. Об этом она сообщила в своєм микроблогі. Ну що ж, сочувствуем девушці, желаємо быстрейшого выздоровлення. А знаєш, за кого я потішилася абсолютно щиро? Це за британку, яка, уявіть собі, заради кохання схудла на 72 кілограми. В соцмережах цю дівчину прозвали Тітонька Тонна. Ось, і вона насправді отримала пропозиції руки і серця від свого коханого. І вирішила постати перед ним у день весілля, у всій своїй красі. Для цього Мішеля, так її звати, довелося відмовитися від гамбургерів, від смачнющої картоплі фрі, зайнятися спортом. В результаті, якраз перед усіма, ну, цими святковими заходами, дівчині, до речі речі, довелося скинути 72 зайві кілограми. Найгірше буде те, якщо дійсно цей чоловік її любив за ці от її плюс 72. Ви все неправильно поняли. Дівчина освобождала місто для свадебного тортика. Вариант. Варочий, вариант. Слухайте, ну, знаєте, вместо супа і котлети випий уксус на обед. Іногда, вот, попытка людей збавитися від лишних кілограмів, привести свою фігуру к идеалу, заставляє їх совершать абсолютно ужасні і несуразні вещи. Дай ж з того, що ніколи нельзя повторять і ніколи нельзя применять по отношению к самим себе, в следующем сюжете. Струнка фігура – ікона для жінок. Але інколи в гонитві за ідеальними формами люди втрачають голову, потім здоров'я, а деякі – і життя. Прямо зараз ви дізнаєтесь те, чого не варто повторювати ні за яких умов. Топ-5 методів найекстремальнішого схуднення в історії. Замість супу та котлети вип'ю оцет на обід. Смішно, а нам щось не дуже. Оцтова дієта була дуже популярною у 19-му столітті завдяки лорду Байрону. Його стрункість і бліда шкіра були предметом захоплення. Ті, хто хотіли бути такими же стрункими, як ПЕ, також дотримувалися оцтової дієти. Він пив оцет і євриз, а інколи перемішував це і перетворював у своєрідний супчик. Але при зловживанні така дієта викликає гастрит, вирозку шлунку і навіть смерть. На щастя, зараз ця дієта не поширена. Однак подейкують, що співачка Ферджі теж зловживає оцтов для схуднення. Жах та й годі! А це, напевно, найшокуюча дієта в історії. На ній худла всесвітньо відома оперна співачка Марія Каллас. Вона ковтала пігулки з цистами стрічкових черв'яків-солітерів. Всередині організму паразит дозрівав і починав виїдати поживні речовини організму. Викликав діарею і блювоту, що, звісно, сприяло схудненню. Після досягнення бажаної ваги, а скинула співачка аж 36 кілограмів, вона приймала ліки, щоб позбутися паразита. Цей метод схуднення надто небезпечний. Він викликав у людей захворювання шлунково-кишкового тракту, менінгіт, епілепсію, проблеми із зором і купу інших ускладнень. Страх та й годі. Так, на такі дієці схудне будь-хто. Ти можеш накладати у свою тарілку будь-що і стільки завгодно. Тістечка з сало, м'ясе, білий хліб та хоч ціле порося. Головна умова – жувати. Довго жувати і не ковтати. Метод такого схуднення названий іменем його творця – антиквара Сан-Франциско Хореса Флетчера. Особисто великий жуватель схудне 18 кілограмів. Їжу слід довго-довго пережовувати до тих пір, поки вона не перетвориться у рідку масу і ковтання не стане мимовільним. Те, що мимоволі в стравохід не потрапило, то треба виплюнути. Наприклад, цибулю треба пережувати 700 разів. Для кожного продукту цифри різні. На цій дієті худливі датні Франц Кавка, Генрі Джеймс і сам Джон Рокфеллер. Білий, синій будеш ти стрункою нині. Популярності набуває візуальна дієта. Її творці запевняють, що деякі кольори сприяють порушенню апетиту – червоний, жовтий та теплі відтінки. Синій колір найменш привабливий з астрономічної точки зору. Бажаючи схуднити, носять окуляри з синім склом, перефарбовують стіни у синій колір, роблять синій манікюр і таке інше. До речі, подейкують, що Джонні Депп носить сині окуляри якраз для зниження апетиту. Ой, не знаємо, наскільки це правда, але принаймні ця безглузда дієта найбезпечніша з рейтингу. Ми розказали вам топ-шокуючих методів схуднення. Радимо вам їсти здорову їжу, займатися спортом і не втрачати здорового глузду. Друзі, вже завтра, 18 травня, в музеї історії Києві відбудеться презентація нового проєкту фонду «Антиснід». Подроби ці усі ми вже зараз розпитаємо у наших гостей, організаторів, вони, благо, наші студії. Це провідний науково-співробітник музею Юлія Ющенко та директор з комунікації фонду Олени Пінчук «Антиснід» Павло Пімінов. Доброго ранку, панове, класно, що прийшли. Будемо зараз вас все розпитувати. Радий вас бачити. От, знаєте, перший питання все-таки до вам, Юлія, тому що, давайте так, ваш музей, він дуже молодий. Правда, для музея взагалі підросток, дитина, не всі навіть про нього знають, як виявилося. Чим ви привлекательні? Чому до вам треба прийти? Чим заманюєте? Ну, взагалі ми не зовсім такі молоді, тому що нам вже 34, до речі. Та всього лиш. Хіба це вік? Ну, звичайно, для музею взагалі вік, але от ми були створені ще в 1982 році. І просто так сталося, що дійсно про музей зараз мало хто знає, адже ми змінили своє місце розташування, скажімо так. Нас декілька разів веселяли і, відповідно, в 2012 році ми отримали приміщення на Богдана Хмельницького СІБ. І ось тут, скажімо так, гарне дуже приміщення, але хоча й не досить пристосоване під музей, зато в нас проводиться багато виставкова робота, гарна виставкова робота, цікаві виставки. Ну, відповідно, ми теж не відстаємо у своїх екскурсіях, скажімо так. І з 2013 року ми приєдналися до святкування Міжнародного дня музеїв, відповідно, через театралізовані екскурсії, скажімо так. Тому ось на 18 травня, на завтра, ми вже готуємо нову театралізовану екскурсію. Ви ж берете якраз участь в усесвітній відомій акції «Ніч в музеї». А що це буде? Як взагалі вона проходить? Скажімо так, не зовсім «Ніч в музеї», скажімо так, вечірні сеганси в музеї. Тому що ми… На ночнує не рішилися. Ні, в нас… Сумірки в музеї. Так. В нас було 2013 року. Ми розпочали, приєдналися до цієї акції. Ну, зараз от ви рішили трошки нічні екскурсії, такі вечірні екскурсії влаштувати. Ну, і дати змогу ще після себе, скажімо так. Так. Насправді, просто хочу вам нагадати, що ось такий тандем в нашій студії, він абсолютно не випадковий. Адже саме 18 травня завтра відбудеться презентація нового проєкту фонду «Антиснід». Павло, розкажіть, що це буде? Ну, этот проєкт ми придумали вместе з «Украинська неделя музики». Спасибо нашим друзям і партнерам. Це проєкт, в якому українські діджі, известні українські діджі собралися для того, щоб розробувати принты на футболці на тему боротьби зі спідом. Саме діджі? Саме діджі. Діджі. Понимаєте, молодіжі – це головна наша аудиторія. Молодіжі – це та аудиторія, яка наиболее подверджена тому, щоб інфіцироватися ВИЧ. В силу своей активной жизненной позиції, клубной жизни, активной сексуальной жизни, поэтому на нього ми направляємо свої усилия. Кого молодіжі буде слушати? Вряд ли она буде слушати мене. Вас она буде слушати? Меня вряд ли. А діджеїв она буде слушати безусловно. Діджеї – це те люди, які для них авторитет, для клубной молодіжі, поэтому именно діджеї. У нас більше десяти діджеїв участвують в цьому проєкту. Це і Артем Неба, і Анна Арфеєва, і Катру Заубер, Влад Фісун, кстати, не в перший раз він вже участвує в наших проєктах. Спасибо йому. Тобто всі вони завтра будуть выступати в рамках? Нет, вони будуть не всі. Завтра ми только объявимо, що ми стартуємо цьому проєкт. І завтра буде нескільки діджеїв, які виступи, які покажуть то, що вони вже зробили. Але полноценно ця коллекція запуститься чуть позже. Взрозуміло. Скажіть, просто ви розказуєте, я не можу відвести взгляду от вашої футболки. Це... Кто її зробив? Це семейний герб. Я не думаю, що це має відношення к темі, о котрій ми говоримо. Але произведена ця футболка була. Це моя семья, це я, це жена і дочка. Це так, мило, попередньтеся, на чому я тащу. О, дуже круто. Але ця футболка произведена, кстати говоря, в рамках нашого проєкта. Це подарок був мене, проєкт, який називається «Фашн-Айт». І іменно в рамках цього проєкта ми об'єдняємо известних людей, які роблять свої коллекції футболок, які потім у нас представлені. Вот делали у нас номинанты на премію, современные художники, номинанты на премію «Пенчук арт-центр». Я надеюсь, у нас будуть не тільки диджей, у нас будуть і другі музиканты, у нас будуть, може, і писателі, будуть і інтересність, може, телевізьонні ведучі. І задоволення. Просто упомянули фешн-Айт, а я знаю, що це єдинственный в Україні такий благотворительний соціальний бренд. І вот деньги, які виручені за продажу цих футболок, вони йдуть на благотворительність. Куди конкретно, ви знаєте? Кому допомагають ці кошти? Конечно, конечно же знаю, поскольку ми і робимо цей проєкт. Цей проєкт, який був созданий когда-то ще в 2000-2017 році, цей проєкт починався з нашого сутрудничества з українськими дизайнерами, які робили общі колекції, потім ці колекції продавалися на благотворительних аукціонах, а деньги ці направлялися на допомогі ВИЧ-позитивним дітям. Це разні були проєкти. Іноді це пряма допомога конкретному дітку, іноді це було, наприклад, в 2008 році ми приобрели 5 мобільних кліник для допомоги ВИЧ-позитивним дітям в віддаленних регінах України. Це все ВИЧ-позитивні дітя. Я хочу поучаствувати. Где можна купити такі футболки? І я, і мені треба ця інформація. Ну не конкретно це, я розумію, що це ліся. Є сайт Fashion Defees Aid in UA. Це сайт, на якому виставлені всі футболки. І можна выбрать, там огромна колекція, на самом деле, действительно. А можна выбрать футболки і в стилі контемпорарі арт, і в стилі ТВ, фэшн, і в самых різних стилях там действительно гигантский робот. А ще й, ну, з цією думку, що ти таким чином, носячи таку річ, допомагаєш і робиш якось таку справу, она справді дуже доводна. Знаєте, эта мысль делает людей лучше, она возвышає, реально, она помогає жить. Спасибо вам большое за ваш визит. І за вашу власністью діяльність Юля Ющенко та Павло Пемінов були гостями нашої студії. Нагадуємо, завтра, 18 травня, музей історії Києва. Ну, так раптом і забуло. Проведіть. Друзі, а ми продолжаємо вспомінать победу нашої Джамалы на Евровидії. Сразу після того, як стало ясно, що Україна побеждає, соціальні сети взорвались. Коментаріями, його саме яркі, в тому числі, ми покажемо. Але є ще нескільки фактів, о которых важна помнить. Ви маєте віду, що навіть якщо б Австралия победила на Евровидії, то все равно Україна, яка заняла бы вторе місце, принимала бы следующий конкурс. Потому що, согласно правилам, сам конкурс должен проходить только на европейському континенці. І якщо біде Сідній, то конкурс бі не піхав в столицу Австралиї, а піхав би в столицу той країна, яка заняла вторе місце. І ще одна важна деталь касається того, що багато почали вупрекати Джамалу, тому що вона не на пресс-конференцій чи со сцены не сказала, що Крим – це Україна і так далі. Імейте віду, правила конкурса, вони чрезвичайно строгі. І любому участнику запрещається висказывати личні політичні оцінки. Тому, наприклад, представитель Греции, он никогда не висказывається о судьбі Турецької республіки, Северного Кипра і так далі. Але Джамала, замечательно, ми її поздравляємо, она чудесна, і ми дуже їю гордимся. По данным синоптики, і, друзі, сьогодні в Києві зараз плюс 9, днём до плюс 13, але весь день, судя по всему, буде дождь, поэтому берегіть себе, готуйте зонтики і проверяйте погоду в своїх городах. Друзі, я говорив, що вони потеряли власть, але я ошибався. Котики по-прежнему правят інтернетом. Кому підтвердження відео, яке вже собрало мільйонів просмотров. Як менілись кошки за столетия, як менілася їх мордашка? Так і помінялася якось. Нет, вони завжди були прекрасними, а їх сразу создали совершенними. А я вдумаюся, думаю, ну десь підбув. Я теж хочу бути котиком, я теж хочу бути вічно прекрасною. Сладка, ти вже котикось. Друзі, гарного вам дня, нехай у вас також поряд будуть такі прекрасні люди. Побачимо завтра 6.30 на СІДІВІ. Ну все, я попила вже і забула весь текст.